44 года назад, к 1 сентября, в деревянном здании открыли первую школу. Тамара Григорьевна приступила к работе учителя английского языка, преподавала также литературу и русский язык. Вспоминает, как заведовала консультационным пунктом обучения работающей молодежи. После выхода на заслуженный отдых из города не уехала. Возглавила общественную организацию первопроходцев, активно участвует в развитии города. Считает, что у Коголыма две даты рождения. Официальное с момента присвоения муниципального статуса и историческое. А когда высадился первый десант строителей для того, чтобы строить железную дорогу, то понятно, что с этого колышка, с этого красного флага на сосне, начался Коголым уже другой. Это Коголым, который стал потом городом, а сначала он начался с палаточного городка. В рабочей суматохе будней был незаметен бег времени. Стали появляться улицы Пионерная, Студенческая, Комсомольская, Широкая. К концу 70-х пришли первые нефтедобытчики. В 1978 году местные недра расщедрились на первую тонну нефти, добытую нефтяниками НГДУ «Повхнефть» из седьмой скважины Повховского месторождения. Его назвали в честь знаменитого бурового мастера Степана Повха. В 80-х начали прибывать организации прибалтийских республик и строители из Азербайджана. К возведению производственных объектов и жилых домов был причастен и Анатолий Полонский. В Коголым он приехал из Крыма 40 лет назад. Здесь был только кирпичный дом, красный, возле Уралочки. Уралочка тогда начала строиться. И девятиэтажка начала строиться рядом. Все, что было в городе. Нас возили до моста, мост был не сверху над речью, а почти по речке. До моста довозили, там выходили мы и пешком шли. Кто здесь жил, а кто в поселке, то там оставались. И мы пока доходили от этого моста, до дома набирали грибовый кулёк ягод. На севере прошла юность и Алексея Куклина. С родителями он приехал в Коголым в 1988 году. Окончил первую школу, высшее образование получил в Тольятти. И приехал сюда обратно, устроился на работу. Коголым действительно стал для меня вторым домом, потому что здесь прошло мое становление, в том числе и карьерный рост. Начиная от машиниста, заканчивая должность, которую сейчас занимаю, директором завода. Здесь живет моя семья, здесь живут мои дети. От маленького поселка до культурной столицы Югры Коголымчане уделяют немало внимания историческому прошлому своего города и гордятся тем, каким он стал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok